С начала марта этого года западные страны обвиняют Россию в поддержке ополченцев на юго-востоке страны и провели серии санкций в отношении России. Но кроме ограничения имбарда, ряд сельской продукции из Запада, Россия не принимала больше ответных мер. Вопрос такой, будет ли Россия принимать ответные меры в прежней перспективе. И с российской стороны, есть ли предпосылки для восстановления нормальных отношений с США и ЕС? Да, Вы крупно поставили вопрос, через санкции вышли на... Вы знаете, эта тема очень часто дискутировалась, и в этом смысле хочу обратить Ваше внимание на интервью президента Российской Федерации и турецкому агентству накануне его поездки в Анкару, где как раз эта тема тоже обсуждалась. Хочу процитировать президента, который сказал, что введенные США, ЕС, Японии, Австралии и рядом других государств односторонние ограничительные меры в отношении нашей страны нелегитимны. Подобное давление наносит не только прямой экономический ущерб, но и угрожает международной безопасности. Всё-таки мы рассчитываем на то, что, и это ещё раз Владимир Путин подчеркнул в этом интервью, на здравый смысл, который должен взять верх. То есть экономическая целесообразность дальнейшего развития сотрудничества с Россией, крупным торговым партнёром, особенно Европейского Союза. Не говорю про США, потому что объём торговли не такой значительный, но те сферы, которые затронули санкционные меры администрации, они тоже достаточно чувствительны для американской экономики. Поэтому призыв преодолеть эту порочную логику ограничительных мер и угроз и переключиться на поиск конструктивных решений, в том числе и в связи с тяжёлым украинским кризисом. Так, пожалуйста, Даша. Александр Казимирович, у меня два будут вопроса. Один по поводу предстоящей встречи СМИТ ОБСЕ. Планируется ли на полях заседания СМИТ двусторонняя встреча Лаврова и Керри? Также будет ли женевский формат в Базеле по Украине? И второй вопрос-то по поводу санкций США относительно российско-иранского сотрудничества. Госдеп буквально накануне опять заявил, что США может усилить санкции, если поймёт, что Россия и Иран продвигаются в сфере экономического сотрудничества. Вот как мы будем на это реагировать? Опасаемся ли мы этих санкций? Будем ли мы давать ответные меры? Да, спасибо. Ну, по первому вопросу хочу сказать, что в рамках министерских встреч, особенно это касается многосторонних площадок, у министра всегда очень много двусторонних контактов и бесед. Базель не исключение. Что касается конкретного контакта с госсекторём, вы знаете, они недавно очень интенсивно общались в Вене в рамках раунда переговоров по иранской ядерной программе. У меня точных данных нет, и насколько мы информированы, американская сторона специально не запрашивала, но совершенно не исключаю, что министр и госсектор пообщаются, как мы говорим, на ногах, или найдут другую форму, если это будет необходимо в рамках министерского заседания. По второму вопросу отвечу коротко. По санкционным делам, особенно в контексте того, что заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента, в общем, нагромождение каких-то совершенно разнополых тем. Только что закончившийся раунд в Вене привёл к очень важным договорённостям, которые стороны, в том числе и Соединённые Штаты Америки, условились доводить в течение ближайших месяцев и выходить на полноформатное урегулирование этой проблемы. А что касается санкций, мы неоднократно заявляли, что они абсолютно нелегитимны, особенно в этом контексте. Санкционная составляющая переговоров всем понятна, и этот разговор шёл в Вене. Есть понимание, как выходить на взаимоприемлемые развязки. Поэтому прежде чем делать звонкие заявления, надо, наверное, немножко углубиться в материю и посмотреть на те договорённости, которые достигнуты в том числе и при активной роли государственного секретаря США. Ну а насчёт боязни мы мало чего боимся. Так.